Ассаляму алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной урок по арабскому языку по учебнику Мабда-Уль-Кираа. Я с радостью хочу объявить о том, что сегодня у нас 57-й урок. Третья часть учебника это последний урок. Последний урок учебника Мабда-Уль-Кираа. Я очень рад, что по воле Всевышнего Аллаха мы с вами сегодня завершим такой замечательный учебник. Вот здесь написано ад-дарсу саби'у аль-хамсуна, то есть 57-й урок. Тема нашего последнего урока – истигофатун, просьба о помощи. Как всегда, к этому уроку есть подготовительные слова. Я их в ордовском документе приготовил, как всегда, чуть позже покажу. Пока прочитаю слова, переведу, а потом прочитаю текст и также его переведу, дорогие друзья. Но прежде всего, хотел бы обратиться ко всем вам, попросить вас поставить лайк к этому видео и оставлять свои комментарии под этим видео. Заранее всем спасибо. Если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал, дорогие друзья, просьба подписаться. Итак, первое слово – самадун. Это означает самодостаточный. Истигофатун – просьба о помощи. Вот как раз тема нашего урока. Латыфун – милостивый. Хатбун – беда или несчастье. Уддатун – это приспособление или орудие. Захрун – запас. Накопление, прошу прощения. Захрун – накопление, а зухрун – запас. Истиджаратун – просить защиты. Санадун – это опора. Хильмун – мягкость, доброта. Мальджаун – приют, убежище. Джадуан – это подарок или польза. Рошадун – направить на правильный путь. Иртиджаун – отступаться или отступление. Теперь эти же слова в ордовском документе. Сомадун – самодостаточный. Истигофатун – просьба о помощи. Латыфун – милостивый. Хатбун – беда, несчастье. Удатун – приспособление или орудие. Захрун – накопление. Зухрун – запас. Истиджаратун – просить защиты. Санадун – опора. Хильмун – мягкость, доброта. Мальджаун – приют, убежище. Джадуан – подарок, польза. Рошадун – направить на правильный путь. И Иртиджаун – отступаться. Здесь текст приведен в стихотворной форме. То есть это стихи. Алейка кул'утимади айюха ссамаду. Кад фаза абдун аля мавлаху я'атамиду. Автор этих стихов Насиф Аль-Язджи. Вот здесь написано его имя. Насиф Аль-Язджи. Он обращается в этих стихах ко Всевышнему Аллаху и говорит. Алейка кул'утимади. То есть на тебя я полностью полагаюсь. О, самодостаточный. То есть как мы знаем, ассамад – это один из атрибутов, одно из имен Всевышнего Аллаха. Кул'ху Аллаху. Ахад Аллаху ссамад. Мы говорим. То есть Аллах самодостаточный. Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается, а все и вся нуждается в Аллахе. Поэтому автор этих стихов, обращаясь к Аллаху, говорит. Я полностью на тебя уповаю, о, самодостаточный. Воистину преуспеет тот раб, который полагается на своего Господа. Ты, то есть Аллах Субханаху Аталлах, ты являешься милостивым, и ты знаешь, и у тебя, к тебе обращаются люди за помощью. Аль-Мустагоф, то есть вот из тихов, это он. К тебе обращаются люди за помощью во время бедствий, во время несчастья. Ва-мин каль-ауну. И от тебя приходит помощь и поддержка. Если нет у человека приспособления или орудия, которую он накопил, то ему не помогут ни его запасы, ни другое орудие. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если человек не поклоняется своему Господу, если он не просит помощи у Господа, то ничего другое ему не поможет. Иллам ямудда илейк аль-Мустаджиру ядан, фамантумадду илейхи фил вуджу ди яду. Если аль-Мустаджир, то есть человек, которому нужна защита, если он не протягивает или не поднимает свои руки к тебе, то есть к Аллаху, то кто же будет протягивать ему руку в этой вселенной? То есть кто же ему поможет в этой вселенной? Или же можно понять, если человек, который ищет защиты, если он у тебя не попросит помощи, так у кого еще другого он попросит помощи? Субхана к Аллаху Раббан ла шарика лау фил мульки ва хуал иллаху луахиду ссамаду Аллах, ты причист, Господь наш, ты причист от любого недостатка, Господь наш. Нет у Аллаха никакого сотоварища, ни в чем, во власти нет сотоварища, потому что Аллах, Он один, и Он самодостаточный. Лакас самавату ваддунья мусаббихатун вакуллума валадат унфа вама талиду Небеса и вся земля, то есть Дунья, это наше вселенное, они восхваляют тебя, Господь. И также восхваляют тебя все, что рожает женщина. Вама валадат унфа вама талиду то есть все младенцы, они все, они восхваляют тебя, все, кто рождается. Антал кариму ладзи мин лутфи хи санадун ликулли абдин дуайфин ма лаху санадун Ты наш Господь, Ты щедрый, Ты проявляешь милость, и Ты являешься опорой каждому слабому рабу, у которого нет опоры. Если когда-либо в один из дней твой раб станет от тебя далеким, то есть если когда-то раб, раб твой отдалится от тебя, Господь, я знаю, что твоя доброта не отдалится от этого раба. Ты помогаешь нам во всех бедах, во всех сложных ситуациях, перед которыми невозможно не проявлять терпение и нет силы. Если мы хотим другого убежища, кроме как тебя, то есть если мы хотим обращаться за помощью другому, кроме тебя, то мы не увидим эту помощь. А если мы будем искать убежище не у тебя, то мы не найдем никакое убежище. Я, тот, кто умирает и оживляет каждое тело, ты даешь жизнь, и ты даешь душу, и ты творишь тело. Если ты окажешь кому-то помощь, то враги ничего не смогут с этим сделать. А если ты кому-то что-то дашь, то никакая зависть не принесет никакую пользу. Ты, Господь наш, облегчаешь и слово, и дело. То есть ты по своей милости проявляешь, оказываешь помощь, поддержку и направляешь на правильный путь. О правитель всех вещей, даруй мне прощение. То есть прости, прости мне, дай мне такое прощение, которое прощает или стирает все грехи, все грехи, количество которых не счесть. То есть я совершил очень много грехов, но я знаю, что твое прощение больше. «Ва'адта афвака», не «ва'адат», а «ва'адта афвака амман таба муртаджи'ан ва антала тухлифу лми'ада ид та'иду. Ты обещал свое прощание тем, кто приносит тебе покаяние амман таба муртаджи'ан. То есть те, которые отступились от веры, скажем так, или совершали грехи, и те потом, и такие люди, которые просят у тебя прощения и каются, ты им обещал прощение. И я знаю, что ты никогда не нарушаешь те обещания, которые ты давал». Аль-Шейх Насыф Аль-Язжи является автором этих стихов. На этом хочу сказать, дорогие друзья, наш замечательный учебник «Мабда-Уль-Кира» подошел к концу. Всем огромное спасибо за то, что вы были вместе со мной. И хочу сказать, что, дорогие друзья, все уроки, все уроки с первого урока, первой части данного замечательного урока, вплоть до последнего урока, третьей части этого уникального учебника, есть на моем YouTube-канале. Кто хочет ознакомиться, можете зайти на мой YouTube-канал в плейлист раздел «Мабда-Уль-Кира» и там найдете все эти уроки. Хочу сказать, дорогие друзья, особенно обратиться к тем, кто хочет изучать арабский язык для того, чтобы понимать священный Коран, для того, чтобы понимать хадисы и классические труды, написанные на арабском языке, изучайте арабский язык по этому замечательному учебнику, по учебнику «Мабда-Уль-Кира». На моем YouTube-канале еще раз хочу сказать, абсолютно бесплатные уроки есть по «Мабда-Уль-Кира». Занимайтесь по этим урокам, вы получите колоссальную пользу. Всем еще раз огромное спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии под этими, под другими видео. Рассказывайте, пожалуйста, про мой YouTube-канал. Всем своим близким, друзьям, знакомым, родным. Всем желаю доброго здоровья, до новых встреч. Ас-саляму алейкум.